привет ребята сегодня у меня очередное незапланированное видео случайно наверное мне так комфортнее снимать удобнее потому что когда я готовлюсь обдумываю тему какую-то о чем я буду снимать а делаю макияж там что-то там одеваю голоса на заднем фоне там дедушка сыночком поливают грядки вот дед там командует вот так вот значит когда я готовлюсь там что-то там одеваю на себя выставляю свет мне всегда все не нравится мне всегда не нравится выставлен свет потому что у меня нет лицевой лампы но она мне в принципе не нужна ну короче я стану довольна всем и это у меня отбивается желание снимать книги бы то ни было видео я решила что лучше я вот так вот буду вот пришла мне в голову мысль рассказать вам о чем-то я вам расскажу так без макияжа по дачному вот накрасила губы кстати говоря мне такая классная помада есть на видео она выглядит очень очень блеклый вообще а на самом деле она это этот цвет называется magenta 07 лореалевская эта помада по своему вообще при в принципу похоже на дёровские бальзамы которые вот недавно появились а этим помадам лореалевским уже сто миллионов лет и я вот в таких вот такие моменты когда у меня на лице нет макияжа но мне нужно как немножко выделить губы сделать их порозовее мне почему-то на самом деле идут более розовые губы но розовое за должен быть вот именно фуксия magenta либо оранжевый какой-то цвет либо красный просто розовый цвет не не очень идет знаю там девчонкам будут там всякие припыленные цвета там анжелина джоли и же так классно мне с такими цветами губ ну вообще никак ну вот на камеру помада не смотрится но это то вот с чем я здесь вот хожу по дачному участку и так о чем я о чем я вам хочу сегодня рассказать я хочу вам сегодня рассказать почему у меня ну не так кажется почему у меня образовывается такое некое охлаждение к моему хобби любимому никогда очень любимому профимерному хобби мне кажется это это получается из-за того что у меня скопилось несколько флаконов которые я купил неудачные да когда я открываю свой шкаф и мои мой взгляд падает на них это вызывает мне такое чувство какой-то досады что вот я совершил ошибку и сделала что-то не так и это меня отвращает от этого всего от покупок от каких-то от новых приобретений и вообще от этого мне кажется какая-то глупость только внимание уделять духам это просто ну бред какой-то и я решила что мне нужно все-таки расстаться с какими-то парфюмами и сделаете на своем канале распродажу распродам вообще очень дорого практически даром отдам и просто чтобы она не стояла и не смущала меня не портила мне настроение от того что я совершила вот эти ошибки и более того еще у меня целая куча пробников как вы знаете те кто ну те кто смотрит мои мои видео не знаю что у меня их там огромное количество пробников всевозможных и я решила это тоже что-то наконец это у меня была типа библиотека ароматов вот я там понюхаю вот и там сравню нет не хочу больше может быть я потом пожалею но вот сейчас я не хочу я решила вот сейчас я отсыпала себе горсточку взяла с собой на дачу что тут у меня я отсыпал и решила что ты сейчас вот то что мне будет заходить я сношу то что мне не будет нравиться я как бы носить не буду просто я отложу их и потом уже я решу что если не буду делать наверное там я их буду прикладывать в подарки к тем кто мне что купит там целым скопом либо просто с этом совершенно бесплатно отошлю тому человеку кто просто оплатит пересыл вот что у меня тут есть у меня тут есть вот например за последние два дня я с удовольствием сносила пробник императрицы это после видео анны валерианы если ты случайно смотришь меня большой привет тебе она так красиво рассказывала об этом аромате так красиво рассказывал я знаю что он мне не заходит но мне лежат пробник чтобы там понюхать там если вдруг чего и вот я взяла его да я его на себя нанесу боже какая прелесть какое чудо потом как-то начинает на мне раскрываться как-то не так и начинает меня утомлять а в первые минуты я прям уже мне прям хочется уже искать где его купить на моей маме кстати говоря он раскрывать совершенно по-другому иначе и очень классно что-то у меня еще есть лу-лу-блю тоже хочу поносить попробовать что я все-таки думаю об этом аромате побольше есть несколько ванилий от николев есть клема у меня здесь туалетной воде на воде вот этот вот не подделка которую там продают а на воде в таких странных бутылочках хочу тоже альдегидный ароматик поносить и подумать что я о нем думаю об этом аромате но на самом деле я пока сейчас это все происходит без особого такого энтузиазма потому что я начала вот с этих сашетов я влюбилась я влюбилась вот в этот парфюм это ле паркинзо интенс боже он уже снят почему непонятно такой классный он такой потрясающий здесь чувствуется и днк простого ле пар и что-то здесь какая-то нота фруктовая какая-то такая нежная какая-то похожая на на кожицу персика хотя он здесь не заявлен вообще ни разу но как же он мне нравится этот аромат я вот прям просто держу себя двумя руками то чтобы его сейчас не схватить спрашивается почему а зачем то есть мои вот эти вот парфюмерные штуки они сейчас уже зашли в какие-то странные какие завихрения потому что простой мой ле пар который я просто таком на вожделении я его приобрела парфюмерные феи с украины он едет уже 20 дней для меня то есть у меня уже как бы вот это вот мое вожделение моя жажда она уже вот так потихонечку отпускает теперь мне хочется его ну если вы как бы вы знаете пойти в магазин прямо сейчас купить его прямо сейчас пользоваться я бы его бы наверное взяла да но это же все равно значит опять ждать пока он там приедет пока то все тем более я не в городе это надо просить мужа чтобы он получил его на почте ну как бы мне не очень нравится то что я бы все таки предпочла чтобы он не до конца осознавал масштабы бедствия короче говоря звонить телефон я вам сниму потом продолжение того как у меня происходит мой project pen все целую всех до скорой встречи пока ну 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 Продолжение следует...